Приветствую, друзья! Год назад Путин объявил о начале войны против Украины, стыдливо назвав это специальной военной операцией. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Год войны был тяжелым, он был жестоким и кровавым для Украины и украинского народа. Для России этот год стал периодом спрессованным. Но страна за год прошла такой путь, который в мирное время занял бы 5, а то может быть и 10 лет. Вот давайте посмотрим на основные изменения, которые случились в России после 24 февраля. Во время войны главный институт, который находится вообще у всех на виду, это, конечно, армия. Граждане России привыкли гордиться своей армией, а общепринятый консенсус ставил Российскую армию на второе место в мире. В качестве российских вооруженных сил перед 24 февраля был уверен и Путин. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. За прошедший год состояние и уровень подготовки российской армии пришлось серьезно переосмыслить. Мы все видели ржавые автоматы, просроченные аптечки и сухпайки, отсутствие динамической защиты на танках, мы видели дикие просчеты командования, мы видели, как флагман Черноморского флота был потоплен армией, у которой флота вообще нет. Беспилотники, ну, беспилотники еще советского производства легко преодолевали российское ПВО и наносили удары по аэродромам стратегической авиации. Отечественные высокоточные боеприпасы на практике обладают точностью уровня, на кого Бог пошлет. А что военное, что гражданская контрразведка, ну, вот вообще ничего не смогла сделать с диверсией на Крымском мосту. Но самое важное, это мы увидели, что происходит при столкновении российской армии с западным оружием и принципами организации боя. Российские танки оказались совершенно бессильны перед американскими дживелинами и турецкими барактарами. А сочетание западных средств электронной разведки с не самыми дальнобойными припасами для хаймарсов принципиально изменили оперативную обстановку. Всего за один год войны российская армия в глазах всего мира проделала большой путь. Но не вперед, а назад. Вот якобы современные, компактные, профессиональные армии готовы решать любые задачи в короткий период к огромной, принудительно призывной, берущей не умением, а числом. От современной армии номер два в мире к призывной армии середины 20 века, причем регионального уровня. Еще большую трансформацию пережила политическая система страны. На 24 февраля 2022 года путинское государство было обычной электоральной автократией с невысоким на самом деле уровнем репрессии. Спустя год это полноценная тоталитарная диктатура с вполне себе полноценными, хоть и не массовыми репрессиями. Больше нет иллюзий, что в стране есть какие-то институты или закон. Нет. Все решает один человек вне каких-то процедур или вне каких-то структур. Государство окончательно узурпировано диктатором. Национальные интересы приравнены к личным интересам одного человека. Государственные структуры, спецслужбы и даже частный бизнес обслуживают интересы диктатора и уже мало различимы между собой. Различные партии формально существуют, но они борются лишь за внимание и одобрение диктатора. Пространство для свободы, свободы мнений, постоянно сужается. Сначала было нельзя протестовать против войны на улице. Затем криминализовали само слово «война». После под запрет попали даже звездочки по количеству и расположению, совпадающие с лозунгом «нет войне». Постепенно страна пришла к ситуации, когда попасть под административное или уголовное дело можно за желто-синие цвета на рюкзаке, за желто-синий маникюр, за частные разговоры в кафе о войне, за исполнение украинских песен, за прослушивание песен «Верки сердючки», даже за сны о Зеленском. Власть, которая контролирует внешний вид, она у нас уже была. Но дела за сны не заводили, ну, я думаю, наверное, со сталинских времен. Со сталинских времен также не было приравнивания оппозиционных взглядов к государственной измене. Теперь это снова и есть, со сроками, соответствующими сталинским. Еще более печальный путь проделала за последний год сама российская государственность. Это на первый взгляд может показаться, что такого не может быть, что это что-то такое странное. Вроде государство у нас сильное, поскольку оно же может любого оппозиционера, ну или вообще любого человека на зону закатать. Но сильное государство, и государство репрессивное, это не одно и то же. Сильное государство, это государство правил. Правила, конечно, могут быть разными, но суть-то в том, что они должны беспрекословно исполняться. Плюс сильное государство обладает монополией на насилие. Пригожинская кувалда во многом стала символом года. Бывший уголовник и грабитель Пригожин создает незаконную по российскому праву частную военную компанию. Затем эта незаконная армия наемников начинает воевать против суверенного государства, причем в координации с Министерством обороны. Когда наемники заканчиваются, в ЧВК начинают вербовать заключенных, отдавая предпочтение убийцам и насильникам. Частное лицо Пригожин в нарушении всех законов приезжает на зоны и также в нарушении всех законов забирает не от бывших наказания зэков на фронт. Заключенным при вербовке обещают смертную казнь в наказание за большинство праведностей, а затем приводят эту угрозу в исполнение, причем не абы как, а самым что ни на есть средневековым способом. Видео, как сдавшемуся в плен наемнику разносят голову кувалдой, было опубликовано самими пригожинскими пабликами. Вот за время этого короткого рассказа про ЧВК Вагнера я вам перечислил на самом деле с десяток статьи УК, по которым нужно было бы возбуждать дела. Вместо этого кувалда Пригожина становится мемом. Ее дарят, с ней позируют, ей угрожают. Государство потеряло контроль за установлением и соблюдением правил, насилием, за отправлением правосудия. А без этого государство превращается просто в банду, где прав тот, у кого есть сила, и нет никаких моральных ограничений. А еще у государства должны быть границы, в идеале общепризнанные, ну, как минимум, хотя бы понятно, где проходящие. 24 февраля Россия встретила без общепризнанных границ. Несмотря на все потуги, мир по-прежнему считал Крым неотъемлемой частью Украины. Но для гениальных стратегов в Кремле этого было мало. И теперь даже никто точно не знает, где проходит государственная граница. В сентябре, в авральном порядке, после липовых референдумов, в состав России были приняты четыре украинские области. Даже в тот момент Путин не контролировал их полностью. И в состав России вошли земли, которые находились под контролем другой страны. С тех пор украинцы отвоевали часть своей земли, аннексированной Путиным. Какие-то места, наоборот, удалось завоевать Кремлю. И как теперь выглядит карта России? А никто не знает. Где проходит государственная граница? Да каждый день в новом месте. Всего за год войны Россия превратилась в эл-стейт, провалившееся государство. Так обычно называют государство, типа Сомали или Афганистана. И теперь в этом направлении двигается и наша страна. Всего за год под разговоры об обеспечении суверенитета, безопасности Путин превратил Россию в страну третьего мира, которая к тому же объявила войну всему остальному миру. Путинскую агрессию осудило подавляющее большинство стран. Против России были введены многочисленные секторальные, персональные, технологические и прочие санкции. Суверенные активы ЦБ, это вот небывалый случай со времен Ирана, были заморожены. От участия в международных событиях государство было отстранено. Я вот сейчас сам участвовал в важнейшей международной конференции вместо российских властей. При этом Украина, с которой воюет Кремль, наоборот пользуется полнейшей политической, дипломатической и военной поддержкой. Даже такие страны, как Китай, которых Кремль привык называть своими союзниками, выражают неудовольствие, развязанное в Европе войной. Всеобщая деградация государства не могла не затронуть экономику. Путин в послании Федеральному собранию прям вот гордится, что падение ВВП по году составило лишь 2,1%. Ну, во-первых, докатились, гордиться тем, что упали как-то не очень глубоко. Во-вторых, это же все равно падение в то время, когда весь мир-то растет. В-третьих, цифры, похоже, нарисованные. Ну, и в-четвертых, надо понимать, что такое ВВП в воюющей стране. Производство танков и снарядов это тоже часть ВВП. Только вот их есть нельзя и в хозяйстве не используешь. А вот по части потребительской экономики, которая важна гражданам, все, вот вообще никак, не очень. Из-за дефицита краски новые лады можно купить только в двух цветах. Стоматологам не хватает обезболивающих, да и вообще прочих препаратов. Производители молочной продукции пишут на упаковках один килограмм, чтобы скрыть уменьшение объема в литрах. Это не абстрактные факты и не абстрактные цифры. Это деградация той экономики, которая имеет прямое отношение к повседневной жизни. Например, в 2022 году в России выпустили на 63% меньше легковых автомобилей. Это ведь означает, что люди купили меньше. Конечно, люди адаптируются к ухудшению ассортимента, к росту цен, к дефициту. Да, еда из магазинов не пропала, особенно в крупных городах. Можно всегда финское масло заменить на вологодское, итальянский сыр на пашхохонский. Но в целом адаптация это всегда ухудшение жизни. Последний год россияне переходят на более дешевые товары и услуги, ограничивают себя в тратах. Некоторые ухудшения жизни конечно можно выдержать, особенно непродолжительное время. Но вот в январе этого года дефицит бюджета составил почти 2 триллиона рублей. Такими темпами бюджет продержится как бы не очень долго. И есть понимание, что это не временные проблемы января, а новая реальность страны. Граждане привыкли многое прощать власти за вменяемую экономическую политику, за потребительский рай и за финансовую стабильность. С большой долей вероятности этого больше не будет. Как не будет путинской энергетической сверхдержавы, которую он выстраивал 20 лет и полностью слил всего за один год. А еще за этот год наша страна, которую мы привыкли считать доброй и справедливой, стала символом самых страшных военных преступлений. Год назад мы могли считать, что наша армия не способна на то, что случилось в Буче или на бомбежку театра с детьми. Теперь знаем, способна. Путинская Россия февраля 2023 года это тоталитарная диктатура военных преступников при крайне слабом государстве с падающей экономикой и усиливающимися репрессиями. Это страна, у которой для всего мира есть только один аргумент – возможное применение ядерного оружия. На днях Путин выступал с посланием Федеральному собранию. Формат послания – подведение итогов прошедшего года и презентация планов на будущее. Единственным сущностным заявлением Путина в отношении будущего страны стало заявление о выходе из СНВ договора о стратегических наступательных вооружениях. То есть единственный план на будущее – это угрожать всей планете уничтожением. Других идей и для мира, и для России, у нынешнего режима ну просто нет. И это тоже важный итог прошедшего года войны. Счастливо вам и пусть наступивший год для вас будет лучше. Продолжение следует...